МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сила и мощь Красноярского края заключены не только в экономических и природных ресурсах, но и в его жителях, особенно в детях и молодёжи. За ними – будущее страны. Задача государства – воспитать поколение, которое любит своё отечество, чтит добрые традиции предков, умеет жить в мире и согласии, что чрезвычайно важно для многонационального Красноярского региона. Для этого проводится большая работа с участием органов власти, национально-культурных автономий и общественности, различных образовательных учреждений и, прежде всего, школ. Ведь в школах края в одном классе зачастую учатся дети разных национальностей. В нашей школе очень много ребят разных национальностей, мы все вместе дружим. Многие рассказывают, что мы жили там-то, у нас дома было ковры, юрты даже кто-то жил, кто-то про свои национальные блюда рассказывает. Очень важно, чтобы дети и подростки понимали – мирная жизнь в регионе невозможна без согласия между народами, которые в нём проживают. Это одна из главных задач для того, чтобы снизить уровень ксенофобии среди детей. В качестве основной целевой группы были выбраны дети среднего возрастного сегмента от 6 до 8 классов. Именно там надо делать первую прививку от этноксенофобии. Специально для школьников 6-8 классов разработан инновационный образовательный проект «Этноурок. Семья народов Красноярского края». Восемь внеклассных занятий раскрывают разные темы – кто мы и сколько нас, какие народы края являются коренными, русские землепроходцы, как велось освоение региона и кто ковал Великую Победу. Школьники узнают о праздниках различных этносов, их духовной жизни, изучают историю миграции в крае и её современный этап, знакомятся с выдающимися людьми Енисейской Сибири. Чем помогает вот этот цикл занятий этноурок, ребятишки узнают, что они не одни такие, что Красноярский край – это Российская Федерация в миниатюре, то есть проживает порядка 160 народов, а сейчас, может быть, ещё больше, что все люди разные, но в каждом есть доброта, каждый народ чем-то славится со своими какими-то умениями, и вот эти все умения вместе, они помогают строить одно большое дело. Из-за сложившейся ситуации с экономикой, демографией и трудовыми ресурсами в России востребован приток иностранных мигрантов. Поэтому важно, с одной стороны, прививать старожильческому населению уважение к культуре других народов, а с другой – помогать прибывшим иностранным гражданам адаптироваться в российском обществе. Особого отношения требуют приезжающие вместе с родителями «Дети инофоны», для которых русский язык не является родным. В Красноярском крае большую работу в этом направлении проводят национально-культурные автономии. Киргизская национально-культурная автономия организует для детей уроки русского языка, где помимо грамматики ребят обучают простым, но важным вещам – как знакомиться, приветствовать друг друга, как попросить то, что тебе нужно. Откуда он приехал? Он понимает, что он приехал из Киргизии. А куда он приехал, в какой он город, он этого не понимает. Большие пробелы, конечно, потому что это не их родной язык, но они приехали, с этим нужно действительно работать. Для детей инофонов в Красноярском крае разработаны раскраски, которые знакомят малышей с природой, культурой и традициями как сибирской земли, так и России в целом. Вместо того, чтобы раскрашивать какие-нибудь иностранные автомобили либо мультяшных героев, дети с удовольствием раскрашивают чумы, избы русских на Енисее, животных, которые здесь традиционно обитают. И, конечно же, хоровод дружбы, где люди разных национальностей, в национальных костюмах, особенно детского возраста, вместе сотрудничают, проводят игры, работают, учатся и так далее. На всех национальных и межнациональных праздниках в Красноярском крае организуются детские площадки, где юные жители региона и их родители играют в национальные игры или участвуют в творческих мастер-классах. Каждый народ стремится передать подрастающему поколению свою культуру, традиции, родной язык. Меня учили языку, и я до сих пор разговариваю на своем языке. И мои дети тоже так же с детства учат и русский, и армянский, как всего два языка национальных летных. Армянская автономия – одна из первых. В Красноярском крае организовала воскресную школу. В детстве меня мама приводила в эту школу. Там были наши очень классные преподаватели, которые действительно были большими профессионалами своего дела. И те дети, которые, наверное, одни из первых приехали сюда из Армении, они все прошли через эту школу. И, наверное, во многом благодаря этому сейчас многие владеют армянским языком, свободно владеют. Немецкая национально-культурная автономия создала на территории края клубы по изучению немецкого языка, где занимаются и взрослые, и дети. Специально для детей автономия организуют лингвистические лагеря. Мы приглашаем туда всех, всех, кто любит немецкую речь, немецкую литературу, немецкую культуру. Порядка 40 человек в год у нас проходит вот это обучение в лагере, обучение оздоровления, отдых своеобразный, где ребята учатся многим вещам, изучают историю, изучают кухню, изучают культурные бытовые традиции, вот как, например, национальный костюм. Татарский язык преподают в семи школах Красноярского края, которые находятся в районах компактного проживания татарского населения. Национально-культурная автономия ЯР организует семинары для учителей татарского и мастер-классы для детей с участием специалистов из Татарстана. Это сплачивает, во-первых. Во-вторых, с учителями обмен опытом. Они делятся обмен опытом. Обучающиеся знакомятся, они здесь дружатся, здесь познакомятся, и в дальнейшем они будут общаться. Общаться будут, конечно, очень в своем родном языке. Наши дети выезжают в лингвистические лагеря Республики Татарстан. А с 2013 года у нас два лагеря уже выезжают дети. Приезжают оттуда с большим восторгом, прекрасным настроением. Назовите самый старинный город Красноярского края, вот его основание. Основная аудитория Межнациональной Организации Совет Национальных Молодежных Объединений Мир – студенты. Но есть в копилке добрых дел совета и мероприятия для детей. Одно из них – квиз, посвященный сохранению языкового многообразия народов Красноярского края. Он знакомит школьников с этносами истории и географии многонационального региона. Мы делаем это через языки, показываем то, что на сегодняшний день и уже в русский язык сплетены разные языки народов, проживавших в Красноярском крае в последние 500, 600 и более тысяч лет. И таким образом показываем общность культур и при этом одновременно и разнообразие культур народов, проживающих в нашем регионе. Часть вопросов для квиза организаторы адаптируют из этнографического диктанта или этноатласа народов Красноярского края. Но большинство придумывают сами. Все участники поощряются грамотами, а победители получают призы. Школьникам и школам мероприятие интересно. Мы ходим каждый год по разным школам, чтобы у всех была возможность поучаствовать в этом мероприятии. И в этом году мы, например, провели это мероприятие для двух разных школ. По порядку номеров рассчитаюсь. Первый, второй, пять, четвертый, пятый. Патриотическое воспитание молодежи – одна из главных задач казачества Красноярия. Юные казаки изучают историю, традиции и боевые искусства в казачьих клубах. Мальчишки и девчонки часто занимаются вместе, а приобретенные навыки демонстрируют на соревнованиях разного уровня. Енисейский казачок, казачий сполох, потом казачьи молодежные движения тоже на Дону ездят. Каждый год оттуда собираются со всех войск молодежь и показывают свою казачью удаль. Выступают, соревнуются, там получается общее, показывают, кто на что способен. С открытием нового здания Дома дружбы народов Красноярского края появились новые возможности для творческой реализации детей и подростков. В студиях изобразительного искусства, художественной керамики и рукоделия дети через культуру и декоративно-прикладное творчество знакомятся с этническим многообразием региона. Эвенкийские обереги, молдавские браслеты Мерцишор, тувинские накосные украшения слушательницы курсов выполнили под руководством опытного педагога. На занятиях по рукоделию ученицы узнают, что у каждого народа есть любимые цвета в одежде, а костюм и украшения могут многое рассказать, например, о социальном статусе их владелицы. Поэтому все с большим интересом слушают рассказ о традициях и обычаях народов, проживающих на территории Красноярского края. Работа с бисером только начало. Впереди юных рукодельниц ждут мастер-классы по изготовлению украшений из меди и декоративной смолы имитации камня. Все занятия проводятся бесплатно по предварительной записи. Культурная палитра Красноярского края отличается разнообразием национальных, вокальных и хореографических коллективов. Среди них немало детских, немецких, чубашских, татарских и многих других. Очень многие сейчас, приезжая в Сибирь, живя в Сибири, отвыкают от своей культуры, перестают разговаривать на родном языке. И вот наша задача была как-то вспомнить традиции и приобщить людей, детей в частности, к культуре чувашской. Уже 20 лет с зажигательными танцами радует красноярцев ансамбль «Армения». Коллектив заслужил звание «Народный» и известен не только в крае, но и за его пределами. В 2010 году ансамбль «Армения» собрал младший состав, который также успешно выступает на площадках региона. К нам детишки приходят со всего нашего любимого Красноярска, с разных уголков, собираются здесь, чтобы постичь армянскую культуру, понять ее. Наша культура – это мы, и мы ее должны с течением времени постоянно переносить из поколения в поколение. Здесь мы занимаемся своим любимым делом, и детишки к нам приходят с большой любовью. Красоту азербайджанских танцев и костюмов можно оценить на выступлениях Народного ансамбля «Адлар Юрду», который получил известность далеко за пределами края. Ансамбль «Адлар Юрду» представляет как Россию, так и Азербайджан на международных фестивалях. В фестивалях буквально вот в этом году нас пригласили в Дубай и Абудаби, объединенные Арабские Эмираты, для представления официально Азербайджана на международном фестивале «Наследие принца Заида». Ежегодно в танцевальный коллектив выливается до ста новых ребят, которые с детства знают и чтут традиции своего народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Это вот черкеска, это кинжал, это папах, ну, называется кубанка. Вот этот кинжал, чем больше узоров и красивее кинжал, он обозначает человеку мужественность. Папах – честь мужчины. Но если его уронить, все, твоя честь пропала, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Благотворительность, в том числе помощь детским домам, семейным центрам – еще одна сфера деятельности национально-культурных объединений края. Волонтеры из еврейской национально-культурной автономии «Гелель» собирают вещи, игрушки и увозят их туда, где в них больше всего нуждаются. А мамы, они, конечно, очень благодарны за эту помощь, потому что высокие затраты на новорожденного ребенка, то есть необходимо очень много вещей и принадлежностей для того, чтобы за ним ухаживать. То есть не каждый справляется финансово и рада любой помощи. Друзья, если мы сейчас поданцуем, то ваша мечта наполовину уже испорится. Для детей молодежь из автономии «Гелель» не только собирает подарки, но и устраивает праздник. Это очень классно, что ты вроде бы такими небольшими шажками, небольшими какими-то движениями, помощью, какими-то хорошими делами можешь сделать, изменить настроение, изменить отношение к жизни этих ребят. Когда приезжают ребята из других автономий, для них это тоже какой-то яркий огонек в их жизни. Они танцуют вместе с ними, проводят разные беседы, играют. Это доброе дело, которое никогда не будет забыто, и доброта покоряет города. Ребята из Красноярского отделения Азербайджанской молодежной организации России организуют благотворительные матчи по мини-футболу. Среди участников таких матчей студенты и преподаватели, представители молодежных организаций и государственных учреждений. В качестве входного билета – обручи, мечи, раскраски, сладости и мягкие игрушки. Эти подарки ребята отвезут в детские дома и психоневрологические интернаты. Во-первых, сплачивает разные народы. Во-вторых, ну, получается, помогаем детишкам из детских домов. Мне кажется, это большой шаг, это очень добрый поступок. Вот, мне кажется, он очень важен. Юные жители края учатся строить отношения друг с другом, узнавать себя, свою культуру и ценить своих соседей. А взрослые им в этом помогают. Эти процессы непрерывны и требуют большого внимания. Только так можно сохранить образ Красноярского края, как региона, в котором в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова